Здравствуйте, меня зовут Василий Соловьёв, и это программа «Свои люди». За карьерным взлётом нашей сегодняшней героини, её поклонники наблюдают вот уже 20 с лишним лет. Это тот самый случай на нашей эстраде, когда маленькая звёздочка, талантливый ребёнок, взрослеет прямо на сцене. Ну, вот это я понимаю. Так и должны жить звёзды. Всё в мраморе, очень красиво. Это ещё личная клетка. Ну, что я могу сказать? Мы тоже подготовились к этому визиту. У нас есть подарок масштабный, как и всё, что связано с этим домом, я думаю. Это не для самой Юлии, конечно же, это для дочки. Добрый день. Добрый день. Мы к вам. Это хозяйки. Спасибо большое. Проходите. В 1981 году в семье музыкантов Воронежской филармонии родилась дочка. Она буквально росла за кулисами, ведь её мама была солисткой, а папа – руководителем популярного в Воронеже ансамбле. Семья много гастролировала. Когда Юле было всего два года, отец разглядел в ней талант и стал заниматься пением по собственной методике. Неудивительно, что в пять лет девочка уже смело выступала с родителями на профессиональной сцене. А когда Юле исполнилось десять, взошла её утренняя звезда и покорила Москву. Победа в популярном телешоу «Утренняя звезда» в 1991 году открыла перед девочкой из провинции невиданные возможности. Её приглашают на телевидение. Начинается череда гастролей по всей стране. На песни, написанные её отцом, снимают первые в жизни клипы маленькой певицы. А в 1995 году выходит её первый альбом. А мы нас лично учиться мечтали, чтобы порадовать вас. Чтобы порадовать вас. Стремительная карьера. И вот Юлия уже не ребёнок на постсоветской эстраде, а звезда российского шоу-бизнеса. В 2006-м она вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина. У них родилась дочь Вера. Позже супруги разошлись, но остались друзьями. На радость папе Вера любит играть в футбол. А продолжая мамины традиции, в свои семь лет Вера вышла на большую сцену в телевизионном шоу-пародии и спела вместе с мамой. Если что, но так птица упустишь и не поймаешь, а в пленке ему томится. Примерно так когда-то начинала и сама Юлия Началова. Мне нужна ваша помощь, а точнее помощь какого-нибудь мужчины. Мужчины в доме есть? Есть. У нас для вас сюрприз. Зовите. Что вы говорите? Папа! Тяжёлый сюрприз. Пап! Папа. Суровый папа. Здравствуйте. Совсем не суровый. Мне нужна ваша чисто физическая помощь. Приветствую вас, мужчины. Вот это вот нужно отнести к девочкам. Здравствуйте. Ничего себе! Опа, аккуратно. Вот это подарки. Да. Ох, классно. Надеюсь, что пока здесь. А где дочурка? Она сейчас в школе. Но я думаю, что когда она придёт, она просто будет в шоке от увиденного. Я надеюсь, что у неё тоже будут развиваться на основании этого домика всякие дизайнерские штучки. О, конечно. Она у нас очень творческая девочка. Ей 100% это понравится. Смотрите, какие здесь подушечки. Я уже всё вижу. Красота невозможная. Можно. Какая она у вас? Она безумно творческая. Вот я могу, первое слово, это вот ей очень подходит. Она постоянно что-то делает. Она очень такая целеустремлённая. И, кстати, вот последнее время, когда у неё спрашивают, Вера, кем ты хочешь быть, хотя она вот растёт в такой, изначально в творческой атмосфере, да, она очень часто говорит, ну, наверное, я буду петь, это первое, а второе, я, наверное, буду дизайнер интерьера. Просто постоянно это говорит. Я думаю, что просто она чувствует в себе вот эту творческую жилку, ей нравится творить, рисовать, петь, играть на фортепиано, всё, что связано с творчеством. Когда Юлик маленькая была, ещё не было дизайнеров интерьера. Да, да, об этом и речи не было. Ещё и химиком хочет быть, и на всякий случай Нобелевской премьер. Да, да, да. Как я такую формулу придумаю, что мне дадут Нобелевскую пельку. Неплохо, да. Фантазию ребёнка нормальная. Ну, хорошо. Да, давайте проходить, да, добро пожаловать. Да, я разденусь, проходите. Проходите. О, нас здесь уже ждут. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Рад с вами тоже познакомиться. Мы в гостях у очередных радушных хозяев программы «Свои люди». Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Юлия, познакомьтесь, пожалуйста, с вашими родителями теперь. Это мой папа Виктор, а это моя мама Таисия. У меня есть к вам несколько вопросов про то, как вы живёте, про то, как вы вообще оказались в Москве в своё время. Да даже давайте начнём с самого начала. Как вы встретились? Вот это да. Ты ещё помнишь? Да. 78-й год. Воронежский лесотехнический институт сейчас, академия. Вот там мы учились. В лесотехническом? Да. Подождите, я ещё читал, что вы музыканты. Что за лесотехнический институт? Все музыканты сначала заканчивали лесотехнический институт, потом пришёл молодой солдат. Поступать в институт? Да. Я служил армией, поступил в этот институт. Там уже был очень хороший ансамбль, институтский. Весна он назывался. В общем, куда мне, можно сказать, посчастливилось, тоже взяли. В общем, так вот всё и понеслось. Но, судя по всему, понеслось неплохо. Всё пока, что называется, всё идёт по плану. Родители встретились в лесотехническом институте. Несмотря на то, что вуз был технический, очень была сильная в то время ещё самодеятельность, которая переросла, в принципе, практически в крепкий профессиональный коллектив. И очень большой коллектив. Я уже родилась, я помню и состав людей, и как это всё было. Потому что росла практически за кулисами, наверное, моя коляска там стояла. Папа служил в Германии. Восточный. Да. Пометка была. И там он для себя открыл Стиви Вандера. Ну, абсолютно. Дипе, полвоззепленный и всё остальное. Кое-что и до этого было. Чем питались творческие люди. Но был голод музыкальный, правильно? Не было ни свободной продажи, ни кассет, ни интернет, ничего такого. Абсолютно было тяжело достать. Друг друга все переписывали, как меломаны. И поэтому вот я родилась в 81-м году, и в доме уже звучал Стиви Вандер, Элла Фиджеральд, Джордж Бенсон. Я росла на этой музыке, потому что... И вот и коллектив развивался именно в этом направлении. Не совсем вот в таком вот традиционном советском, да? Потому что есть разные школы. Это было какое-то что-то новое. В нашем призове был телемастер, который настроил три программы ФРГ. И мы тайком их смотрели. Я, конечно, ну, до этого я слушал Битлз, там, где пёпло, там, всё это. Но когда ты видишь... Я раньше думал, что они живут где-то на Луне вообще. И простой смерть не сможет так сыграть, не спеть. А когда я вижу, что делают просто обыкновенные люди, которые просто немножко позанимались, немножко талантливые. И, конечно, после армии, я не знаю, но только молодым людям в голову такие... Не дурацкие, но очень смелые. Сумасшедшие идеи приходят. Тут же на первом курсе рок-опера. А что? Подумаешь, какое дело? Давай рок-опер. Были такие аншлаги в городе Воронеже. Было это всё в оперном театре, да. Это какой год был? И это было событие в городе. В 89-80-е. Да. Поэтому... Сейчас в голову такие мысли. Ну, такие студенты были. Смены ребят у меня. Ну, такие. Юля, как инопланетянин какой-то. Я помню, я родилась, вокруг звучала музыка. За год до моего рождения было то-то. Вы представляете мне настолько память. Вот с детства я могу не сильно помнить период 14-15-16 лет. Вот какой-то у меня затуманенный. А вот самое-самое раннее детство, я помню мои такие вот первые кадры в голове, когда я родилась в общежитии. Родители, студенты совсем молодые были. И у нас была комната 10 квадратных метров, в которой стояла и холодильник, и телевизор, и моя кроватка, и мама с папой там жили все вместе. Поэтому, ну, может быть, не так долго мы там жили, но, по крайней мере, вот я это все хорошо помню. Помню, как папа меня держит вот так вот в подмышке. Я не могу еще ходить. Я чувствую, что у меня не получается еще так вот ходить. Но мне очень хочется, и я хочу ему сказать, а не умею. То есть я в голове вот эти мысли помню даже свои. И помню, что у меня были ползунки в божью коровку. И велосипеджок. Правда? Как ты можешь такую помнить? Почему-то очень много таких вот ярких... Даже вы этого не знали. Знаете, такие вот файлы в моей голове. Чем меньше квадратных метров на старте жизни, тем человек целеустремленнее движется вот к тому, к чему вы сейчас пришли. Что вас все знают, вы выступаете на самых больших сценах, у вас такой уютный дом. Во-первых, наверное, у всех своя судьба. Во-вторых, конечно же, мне кажется, все-таки есть какая-то целеустремленность. Но она была не моя в детстве, а это была целеустремленность родителей. Мама там со мной занималась с начала, с первого класса. Да, вообще образовательной школой я всегда хорошо училась. Музыкальной, иногда из-под палки, потому что это надо часами сидеть, а хочется пойти погулять где-то с девчонками на улицу, поиграть в какие-то там казаки-разбойники. В то время еще играли. То есть все-таки было что-то из-под палки или нет? Было, да, а вот пение никогда не было из-под палки. Тренировки были ломовые, просто классные. Тренировки, не репетиции, именно тренировки. Действия на людей, когда из детского садика я ее веду. А, да. Там три с половиной тебе было, да? Совсем маленькие. Нет, совсем меньше. А он же говорил вот четко. И там я ей говорю, вот там зайчики, ежики за деревьями. Ты можешь прочитать? Мишка, косолап, ну очень громко, чтобы они тебя услышали. И она встала, пенечек какой-то, закричала, мишка, косолапы. А мимо идет бабушка. Такая у нее сетка, там какие-то бублики, хлеб у нее, что-то там, сахар. Просто идет женщина такая пожилая. И она не могла пройти мимо, остановилась. Это один зритель. Ну я-то наивно, чукотское создание. Мне сказали, главное, чтобы медведь услышал. Я же себе уже нарисовала в голове, что он меня слышит. Зайчики и ежики. И зайчики и ежики. За что благополучно получила какой-то бублик в награду от какой-то бабушки. Прослушала все, вытащила, не удержалась. Говорит, на тебе. Таиса Николаевна, а я так смотрю, вот это лучшие друзья, да? Вот эти двое. Прямо им так хорошо вместе? И тогда можно даже нам с вами здесь и не сидеть. Это правда, да. Так всегда и было. А вы поговорите что-нибудь. Ну как же. Давайте с вами поболтаем. Ну как же, папа, бежите. Маленький ребятенчик, маленькая доченька. Он прям кормил. У нас есть такие фотографии замечательные, где папа кормит из бутылочки. Еще эти бутылочки. Все замечательно. Ну такого папу надо еще найти же, да? Да, я малый и мапа. Это же редкость такая. Мужчина, да. И всегда помогал во всем. И помогал. Я так смотрю, что это вы ему помогали. С Юлей. Помогали ему рожать. Это чудо. Полное ощущение, что вот вы, как Юля появилась на свет в музыке, так вы сразу были уверены, что вот и все, и артистка, и мировая звезда, и толпы поклонников и так далее. Нет, конечно. Откуда вот это просто, понимаете... У меня такое было. Правда. Я клянусь. С бабушкой, когда на табуре. Да, да, да. Почему-то у меня были такие мысли в детстве, я помню, что 4-5 лет мне было. Я себя представляла в детстве, что я... Я становилась на стул, я кричала, что я налодная альтистка СССР, там. Или какие-то еще вещи. Это все было смешно. В шутку все смеялись, но я-то в то время не смеялась. Мне же было это серьезно все. И что вот я себе представляю, как меня объявляют. Я смотрела всегда эти концерты, там. Представляла, что я там. Ну вот, как ты дал. А песни-то какие она пела? Она же бабушка-дедушка в деревне. И песни-то какие были? Это гармония. Бабушка, как я знала, эти песни можно участвовать. Как пошли наши подружки в лес по ягодам. Чистушки всякие там, да. Да, чистушки. Какая-то у вас была специфическая, чуть ли не методика занятий с Юлей в детстве, вокалом. Ну я экспериментировал, действительно. Да, в чем эксперимент был? Тем более, что... Опять в лесу? Само собой, это очень важно. Однажды встать на пенек и громко достучаться хотя бы до сердца одной бабушки. Это начало пути. Он игрался со мной. Я не могу сказать, что это прям занятие. Не, ну она, во-первых, отвечала. Вот, ну хоть ты что будешь делать, если ребенок не отвечает, ну хоть ты там что угодно делай, может просто не получится. Она отвечала. Ну интересно было. И лжерок крутится там. И вдруг вот совсем вот такая маленькая длина. О, ей, да вы, да вы. Андрей Смислава. Мама родная. И я что-то там пела, 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 потом раз-раз-раз увидела там, пока пела сгущенка на столе. И я уже книги и ложку туда, все, ах ты, там бессовесть, нельзя было много сладкого. Что теперь со сладким? Ну со сладким. Какие взаимоотношения? Ну так ровные, да, не могу сказать. Знаете, я из тех людей, которые скажут, Юль, торт или мясо? Я скажу, мясо. Мясо. Мясо, да. Слушайте, ну ведь, тем не менее, надо же быть очень целеустремленными людьми. Вот я так понимаю, что еще в раннем детстве вы попали на утреннюю звезду уже, да? Десять лет. Десять лет. Это же, чтобы туда попасть, это же нужно очень сильно постараться. Это уж точно должны были родители как-то протолкнуть, или как? Или Бог привел? Сначала было еще кое-что, да, до этого. Пять лет Юле было, и мы ее взяли с собой, уже работали в Воронежской филармонии. Своим коллективом, и Юля с нами поехала на гастроли. У нас были гастроли по всему тогда Союзу. Я объездила весь Советский Союз, я где только не была. На Соколе мы ее не брали, на Камчатку, и в Сибирь. Северная. Это уже далековато было. На всех площадках крупных, с живым оркестром, с микрофоном, со шнуром. Поэтому с этой песней уже наработана, а она вышла на утреннюю звезду. Северная. 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 К тому времени я ей почти альбом уже написал, детский, который издается уже много лет, переиздается. И она была настолько подготовлена, даже со своим оригинальным материалом. Мы не просто так, перепевки какие-то, вот, вот, дети приехали в Москву, ничего подобного. Мы делали серьезные фонограммы, уже писались в Москве на галостудии. Вот. И она была абсолютно подготовлена. И такая площадка, когда появилась как утренняя звезда с Николаем, ну, я не знаю, это сам Бог. Все сошлось. И мы во втором году просто кассету я записал, отвез. 92-го года. Нам сказали, что вы прошли. Девчонка и мальчишка. Девчонка и мальчишка. Девчонка и мальчишка. И все на свете вновь. Деда-реры-то книжка. Деда-реры-то книжка. Деда-реры-то книжка. На любой. Я как-то не сильно заметила, что я в одно утро проснулась, там, суперзнаменитый какой-то. Потому что об этом не думалось. Вот вообще, как бы, это настолько было где-то далеко. У нас звездная тема. Да, знаменитости там. Не верю на себя. А вот, конечно, был азарт победить, потому что это было мега-супер-шоу, которое смотрели все по воскресеньям. Во-вторых, это Юрий Николаев, это просто легенда телевидения. Его многие называют своим крестным папой, люди, которые вышли, там, например, Утренняя почта или Утренняя звезда. Я тоже могу себя причислить к этим, наверное, к этой категории артистов, потому что он настолько психологически грамотно подходил к каждому участнику, к детям, да? Он подходил, например, ко мне и говорил, Юля, ты не должна волноваться. А я очень волновалась почему-то, потому что это телевидение, вот эти камеры летают, Москва, вообще все вот это вот давит. Я так нервничала очень, конечно. И он говорит, тебе не надо нервничать. Ты так сейчас здорово пела на репетиции. Мне кажется, вот даже я уверен, что тебе сегодня поставят все пятерки. И я... А потом я узнала, что он каждому это говорил. Да, поэтому... Но в тот момент, когда он вот именно... Понимаете, вот только ко мне я узнала, что вот он меня поддерживает, что вот он хочет, чтобы я победила, там, чтобы у меня вот пятерки... Я уже настраивалась на то, что вдруг действительно вот так все и произойдет. Спасибо, Юля, спасибо, спасибо тебе за то, что ты открываешь нашу программу, нашу передачу. Мне хотелось бы, чтобы все-таки утренняя звезда сопутствовала тебе всю твою жизнь. Мы очень рады, что вот такой аванс ты получила в жизни. И пока все идет нормально, пожелаем ей ни пуха, ни пера. Режиссер «Утренней звезды», который телевизионный режиссер, который все это делал, значит, настраивал, репетировал, делали все эти генеральные прогоны. И он всегда в начале, когда были эти генеральные прогоны, он говорил, так, всем приготовиться, свет на начало. Я вот так вот подхожу к нему, говорю, я вообще-то не Света, я Юля. Он такой, молодец, я знаю. И он опять, опять, так, всем приготовиться, свет на начало. Я опять с места. Я говорю, я не Света, я Юля. Он говорит, очень хорошо. А потом я когда-то, я когда третий раз уже подошла, он говорит, ты успокоишься, угомонишься, говорит, сядь на место, сядь на стул, говорит, свет на начало. Не Света Началова. Я думаю, блин, Света Началова. Как можно не запомнить уже столько раз. Я-то уже третий раз подхожу, говорю. Мне уже 10 лет. А потом я пела песню «Ах, школа, школа». Это была одна восьмая финала. И, значит, по задумке вот нашей, по-моему, совместной какой-то там набили мы рюкзак школьный. А тогда только в моду входили эти рюкзаки после партии. Слеплые. Разноцветные, да. Вот это все такое американизированное. И я в таких ярких нарядах с этим ярким рюкзаком что-то туда набили, чтобы он был не такой тяжеленький. И я выбегаю вот с этой лестницы, арка перевернулась. И я начинаю размахиваться рюкзаком. И по оператору со всей силы дудух просто человеку прилетела такая тяжесть. Прям в голову, в эту камеру. Я немножко ошиблась. Где сейчас черпать силы для азарта? О чем вы думаете? К чему вы стремитесь? Интересны для меня сейчас какие-то проекты, которые, например, я... Прошлый год у меня славился тем, что я приняла участие в нескольких очень ярких проектах на телевидении. Попробовала даже себя в качестве пародиста. Открыла очень много в себе. И зрители тоже во мне разных таких... Не то чтобы талантов, но каких-то таких наклонностей в этом направлении. Потому что для меня это вообще было волнительно. Я пробовала делать и Аллу Пугачеву, и Ларису Долину, и Селину Дион, и Мария Керри, и Витни Хьюстон, и Юру Шатунова, и Жанну Агузару. И пробовала это делать разными голосами, разными манерами исполнения, поведением и все. Работа была такая колоссальная. Динка, динка, скоро в май Динка, динка, ну коростай Я возьму тебя в ладони Поднесу к своим стам Динка, динка, растай Я возьму тебя в ладони Поднесу к своим стам Динка, динка, растай Вам не скучно, это я понимаю, а вот какой-то, не знаю, там, вы просыпаетесь, ведь каждый день же нужно себя заставлять, чтобы двигаться вперед, правильно, или как? Ну, знаете, мне кажется, что где-то мне, наверное, как-то и судьба вот сама просто благосклонна, да, помогает. Когда мне исполнилось 11 лет, я впервые услышала, кто такая Мария Керри, ведь не Хьюстон. На кассетах меня откуда-то привезли, и я просто, ну, влюбилась, естественно, в этих исполнителей. Исполнительниц, просто королевы. Такие голоса, такая техника, такая манера исполнения, это просто что-то было сверх потрясающее. И мне, я изучала все, что касалось их, мне было интересно, кто им делает аранжировки, кто им пишет песни, кто вообще занимается всей этой историей. И я так сильно хотела хоть когда-нибудь приблизиться, вот попробовать что-то похожее. И однажды я прилетаю в Лос-Анджелес для съемок своего клипа на русскую песню. А случайно на улице в кафе встречаю Филиппа Киркорова. Я закрыла его машину на паркинге. Он возмущался, думал, кто закрыл его машину, и это я. Да, я закрыла машину на краю света. Вот, и мы тут же обменялись телефонами, и Филипп на следующий день познакомил меня с величайшим композитором, продюсером просто Планеты, Уолтером Афанасьевым, который написал практически все для Морайи Херри, который работал с Хьюстом, который получил Грэмми, The My Heart Will Go On, Селин Дион, Титаник. И сложилось так в моей судьбе, что я записала с Уолтером Афанасьевым целый сольный альбом. Мне очень нравится работать в Лос-Анджелесе, потому что там начинают благоприятного климата, океанский вот этот морской бриз, и вообще такая атмосфера, она для творческого человека, она вот прям самое оно. Вот этот Голливуд, он немножечко, знаете, это не Нью-Йорк огромный, да, который похож вот с чем-то на Москву. Нью-Йорк более такой адвокатский, деловой, там бумажки подписывать, еще что-то. Я там тоже чуть-чуть так бы была. Подписывала. Да, да, да. А Лос-Анджелес именно, да, вот дома, открытые ставни, веранда, дом Уолтера, рояль, Грэмми стоят. Мексиканцы ходят вокруг и что-то там делают, сад, цветы какие-то там сажают. Это я просто описываю, это атмосфера. Не только мексиканцы. И что-то там мы, например, решаем, а давай сделаем вот это, вот у кучи планов громадье. И одно только слово вот это. Маньяна. 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 А вы еще называли в качестве своего наставника по-нарусску. Это правда? Ну да, я считаю, что это... Расскажите, как работало. Это в моей жизни просто бесценный опыт, который я приобрела от Ирины Витальевны, потому что именно она передала мне такую какую-то информацию, да, сценическую. А потому что, ну, я до этого черпала, наверное, все только от родителей. Ирина Витальевна, это был немножко другой этап, потому что это уже был такой более, да, наверное, профессиональный уровень, потому что это было телевидение, это была такая всенародная известность. И когда... Высший эшелон, как говорится, артист. Ну да. И безумно красивая женщина, которая могла просто меня сориентировать в детстве на одежду, на вкус, как правильно готовиться к концерту, как правильно краситься, вот помимо, да, еще каких-то вещей. Потому что, например, краситься просто на концерт – это одно, а краситься на телевизионный концерт – это другое. Цвет в небесах о добром наполнит, станет чуть-чуть светлей. Цвет в небесах о добром наполнит. Мне кажется, что Ирина Витальевна, вот как раз, она одна из немногих артисток, вот, в то время, на которые просто был почетно ориентироваться. Например, утро в самолете начиналось с того, что она рядом меня усаживала и проверяла мою сумку, насколько у меня там порядок, косметичка, чтобы не было отпечатков пальцев на помаде, там, да, чтобы я была очень аккуратная, чтобы я так относилась к своим атрибутам сценическим просто. Вот я могу быть в рваных джинсах, но в чистой обуви. Например, у меня всегда должна быть красивая ручка с блокнотом, там, сумки. Какие-то вот эти правила жизни, да, духи определенные, которые мне должны подходить. Вы знаете, что утром у меня были одни духи, а вечером другие на концерт. А как вот вы сохранили настолько плотные взаимоотношения все-таки с родителями? Потому что иногда бывает тоже девочка выросла, улетела в Америку или катается где-то там с Понаровской еще с кем-нибудь. Вся такая артистка, к ней не подступишься, а вы вот прям в такой вот в плотном контакте. Как вам это удается? Всегда были в плотном контакте. Это вы ее не отпускаете или она сама к вам чает? А вы знаете, мне кажется, это какая-то традиционная, просто на разных уровнях. Вообще. У мамы с родителем такие отношения, папы с своими родителями. Наши родители, ну... Я с мамой хочу подружиться. Вы мне, Юля. Ну, с нами она жила до 19 лет, Юля. Потом решила так это самостоятельно побыть. Ну, мы же это каждый день, мы все равно на созвоне приезжали друг к другу. Ну, решила самостоятельно. А трения? А как же? А тинейджерские какие-то вот эти вот заскоки? Были. В чем заключались? Все, она решила уйти. Она нам пришла и сказала, я ухожу. Я не подготовила, да. Мы прям с папой. Собрала сумку и вещи. Адьес, амега. Ничего. Но она... Дело в том, что она сама зарабатывала. Уже в это время работала. И поэтому не было такого, чтобы мы там снимали ей квартиру, платили. И она самостоятельно решила, вот так я... Вот мне исполнилось. Даже не 18, а уже 19. Я поняла, что 19 это уже даже такой срок для человека, когда... Пересидела уже. Да, уже даже пересидела где-то. Когда же уже придет из школы Вера, в конце концов? Вера, знаете, приходит достаточно поздно. Да. У нее график такой настоящий. Кружок по фото, а еще не петь охота. Да. Она у нас приходит в школу к 9 утра. Это такая школа. И забираем мы ее в 6 вечера. Смотри, овечку начинаешь сверху, сверху голубой. Да, я поняла. Вера Алдонина учится во втором классе одной из частных московских школ. Мне очень нравится рисовать и дарить мои картины. Особенно родным. Мне бы сейчас хотелось рассказать о снегире, который я считаю, как самое красивое, что я нарисовала. В детском саду на деревьях они постоянно там сидели. Кроме обычных уроков, Вера ходит на занятия по изобразительному искусству, музыке и хореографии. Мне очень нравится в школе. Там постоянно есть чем заняться. У нас очень дружный класс. Мы всегда заступаемся за друг друга. Я считаю, что очень важно дружить с людьми. Потому что в любую минуту тот, с кем ты дружишь по-настоящему, могут тебя поддержать. Одноклассники тоже ценят Веру. И вовсе не за то, что она ребенок популярной певицы. А потому, что девочка веселая и отзывчивая. Ну, мы часто с Верой играем вместе в футбол. Она тоже, ну, немного любит. Она вроде бы играет не очень хорошо, но достаточно хорошо для девочки. Голы она иногда сбивает. Футбол у Веры в генах. Ведь ее папа – известный футболист Евгений Алдонин. Юлия Началова вышла замуж за Евгения в 2006 году. Но через несколько лет они расстались. Сейчас у бывших супругов отличные отношения. Папа часто видится с дочкой. Кажется, семья Началовых потихоньку готовит Веру к музыкальной карьере. Ведь у нее, так же, как у мамы и бабушки, отличные данные – музыкальный слух и хороший голос. Музыкой серьезно занимаемся. Сначала, конечно, она не очень хотела. Это понятно, как все. Сейчас вообще программа музыкальная, музыкальная школа, она усложненная по сравнению с тем, как когда-то мы занимались этим. Как-то это было тоже сложно ее привлечь. Она говорила, дедушка, я… Ну, будет мне 8 лет, тогда я буду заниматься. Альбом запишем. Но все началось раньше. Главный учитель по вокалу, конечно же, дедушка. Виктор Началов когда-то сделал настоящую звезду из своей дочери. Теперь, возможно, настала очередь внучки. Это был твой тяжелый, но осень, когда мы пришли к нам. Первый звонок, колокольчик лошадный, я проснил первый раз. Эту песню Юлия Началова когда-то посвятила своему первому педагогу Александре Пухловой. Учительница начальных классов уходила на пенсию, а Юле так не хотелось с ней расставаться, что девочка сочинила стихи. Папа написал музыку, и так родился настоящий хит начала 90-х. Юлия Началова до сих пор поддерживает теплые отношения с любимой учительницей и приглашает ее на свои концерты. Школа мне тебя в подарок подарила. Именем твоим я очень дорожу. Иных моих коллег, возможно, и забыли, но я тобой звездой прославленно живу. Юлечка, ты моя единственная и неповторимая. Несмотря на талант, Вера еще раздумывает, стоит ли ей идти по стопам знаменитой мамы. Девочка признается, помимо музыки, ей очень нравится все, что связано с дизайном, химией и литературой. Мне очень понравилась книжка «Братья Гримм. Сказки». Она интересна тем, что там рассказы очень увлекательные. Вера читает с трех лет. У нее уже есть своя библиотека с разными книжками. Чтобы была нормальным человеком, остальное все, она же вырулится, она же все придет. У нее много способностей. Это сейчас видно уже. Ну, не знаю, как сама решит. Но заставлять не будем. Это точно. У вас какие взаимоотношения с кино? У меня, я не могу сказать, что... Вы же актрисы пообразовались. Очень. Очень плотные. Не привлекает оно вас, что ли, кино? Нет, почему привлекает? Может быть, я просто не снималась вот именно на данный этап, да, в том, в чем мне вот прям хотелось бы. Не могу сейчас точно вам... Я в «Титанике». Да. Типа это... Может, у вас просто... Может, не дать... А миссия огромная. Не, ну а что, может быть, российский кинематограф не дотягивает до нашего шоу-бизнеса. Посмотрите, как у нас работает шоу-бизнес и как у нас работает кинематограф. На датациях весь существует, да? Ну, да. В моей жизни был опыт участия в кино. Первый фильм – это был герой ее романа Михаила Кокшенова «Колидия». Ну, какие актеры были. Актеры какие классные. Юля, какие актеры были. Актеры были ламовые, как говорится. Да, еще и Любовь Полищук, и Наталья Крачковская, и... Каркалин. Каркалин Булдаков, да. Ой, сам просто опыт общения с этими людьми мне доставил колоссальное удовольствие и какой-то опыт. КАККИКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Друзья, мы хорошо с вами посидели, но, как во всех передачах у нас заканчивается, пора прощаться, ничего с этим не поделаешь. Но у нас есть традиции. Мы приходим с подарком, но мы хотим с подарком уйти. Обычно нам что-то либо рисуют, либо рассказывают стих. Может быть, что-нибудь, если у вас семья музыкальная, споете. Как говорится, что может подарить артист? Ну, конечно же, свою новую песню. Есть что-нибудь, я не знаю, короткую куплетик, песня с историей? Да, из раннего меня. Да можно что-нибудь придумать? Я бы была счастлива, если бы мама с папой спели колыбельную, которую они написали. Вот папа написал специально для меня. А мама ее выучила за неделю до рождения меня. Можете? Вы ее еще помните? Если не писалась, не сочинялась. Буквально сама родилась минут за 10, за 15. До родов. До родов. Нет, попросим. До родов за неделю. Представляю. Солнышко за лесом спрячет свои лучики. Ветерок затихнет, разольется ночь. Засыпай, дочурка, складывай-ка ручки, отгони заботы, ты на время прочь. Засыпай скорей, дочурка, складывай-ка ручки, отгони заботы, ты на время прочь. Спят уже лисицы, зайчики и мышка. Засыпай скорей, спи, моя малышка. Завтра утром встанешь, ты на день взрослей. Засыпай скорей, засыпай скорей, спи, моя малышка. Завтра утром встанешь, ты на день взрослей. Спасибо вам большое, огромное. Спасибо. Может, только ролик спрятать? Два таких здоровых. Сейчас закончим шлифку. One, two, three o'clock. Два, два, три. Спасибо вам большое, вы замечательные. Я желаю вам всего-всего самого хорошего. Это была программа «Свои люди» в гостях у Юлии Началовой и с ее замечательными родителями. До встречи каждую неделю.